МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Под контролем глава муниципалитета проверил ход строительства нового пешеходного моста на станции Расторгуева и благоустройства парка Опарин. Пешеходный мост через железнодорожные пути на станции Расторгуева на мой взгляд, это один из знаковых объектов не просто этого года, а, может быть, и более продолжительного периода времени. Депутат МОСа Болдумы Владимир Жук встретился с медиками в Видновской районной клинической больнице. Медицина – это главное, одно из главных и одно из приоритетов. И законодательную базу подводит областная дума. В сквере «Юность» открылась фотовыставка под названием «Не повторяется такое никогда». Очень хорошие воспоминания и о преподавателях, и об учениках. Чудесные. Глава муниципалитета Алексей Спасский проверил ход строительства нового пешеходного моста на станции Расторгуева, а также благоустройства парка Опаринки. Важные объекты посетила и наш корреспондент Наталья Буслаева. Работы по строительству нового пешеходного моста на железнодорожной станции Расторгуева ведутся круглосуточно. Бригады трудятся в дневную и ночную смены. На объекте задействовано 7 единиц техники. У нас две вахты. Естественно, дневную смену людей больше, ночную чуть меньше. В зависимости от тех позиций, которые они выполняют, работают строительные монтажные, имеется в виду. То есть сборка металлоконструкции требуется определенное количество людей, на бетонной работе немножко другое количество людей. Поэтому работаем согласно тому графику производства работы, который утвержден заказчиками. На сегодняшний день конструкция павильона со стороны улицы Донбасской готова на 95%. Также продолжается устройство двух других павильонов и монтаж лифтовой шахты. Побывал на объекте и проверил ход работ глава округа Алексей Спаский. Пешеходный мост через железнодорожные пути на станции Расторгуева, на мой взгляд, это один из знаковых объектов не просто этого года, а может быть и более продолжительного периода времени. Я могу сказать так, те работы, как сейчас идут, те материалы, те конструкции, которые мы сейчас здесь видим и которые проходят по документам, видим, что они пришли. У нас стоит дата 1 сентября, не позже, 1 сентября, и здесь должны пойти люди. На это ориентируемся, подрядчик нам подтверждает данные сроки. После Алексей Спаский прогулялся по другому мосту, уже в парке Опаренки. Металлические переправы через овраги, по дороге, на промзону были сделаны много лет назад предприятиями, ГИАП и Коксогазовым заводом. На протяжении долгого времени жители активно пользовались этими конструкциями. Сейчас, при благоустройстве парковой зоны, мосты планируется привести в порядок. Мы обсудили вариант поиска средств и его ремонта. Частично мы его делаем. Безусловно, какие-то вопросы мы делаем. Но там надо капитально отремонтировать и по возможности сделать освещение. Хотя бы вход, выход. Там таких два мостика в этом лесу. Это сегодня называется лесопарк Опаренки весь. Во время посещения лесопарка глава пообщался с местными жителями и выслушал все пожелания по усовершенствованию пешеходной зоны и другие вопросы, волнующие видновчан. Все замечания взяты на контроль и будут учтены при работах по благоустройству парка. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравил врачей Видновской районной клинической больницы с профессиональным праздником. На встрече, которая прошла в теплой неформальной обстановке за чашкой чая, побывала и наша съемочная группа. Чтобы лично поблагодарить и поздравить с профессиональным праздником, депутат МОСОБОЛ Думы Владимир Жук встретился с коллективом Видновской районной клинической больницы. Беседа прошла в душевной атмосфере и началась она с хороших новостей, которых у врачей немало. Сейчас три больших проекта. Это по диспансерному наблюдению, диспансеризации и усовершенствованию процесса госпитализации, сокращению срока. Все три проекта уже запущены, есть результаты рензуточные. Запуск новых проектов, социальная поддержка медиков, работа подразделений поликлинической сети – вот основные моменты встречи. Многие начинания видовских врачей являются новаторскими, а одно таково общение имеет аналогов в стране. Речь идет о новых стандартах предоставления медпомощи на дому. И патронажами, и палеотивной помощью, и забор биологического материала, и каких-то исследований на дому, консультацией узких специалистов на дому в одной службе такого нет. И в номенклатуре медицинских организаций тоже такого нет, поэтому Минздрав сейчас ждет от нас как раз представление данного проекта, а далее, ну, наверное, будут вносить изменения в законодательство в плане включения данной службы в реестр медицинских организаций. Со своей стороны парламентарий пообещал всяческую поддержку. Медицина – это главное, одно из главных и одно из приоритетов. И законодательную базу подводит областная дума. Все законы, которые необходимы для нормальной работы, мы принимаем качественно и в срок. Завершилась встреча словами благодарности, подарками и цветами для тех, кто выбрал самую благородную профессию. Дорогие наши медики, мы вас очень любим, ценим и уважаем, понимаем, что вы делаете очень благородную работу. Люди к вам обращаются и без помощи никогда не выходят. Поэтому крепкого вам здоровья, благополучия, энергии, тепла, мудрости. И мы всегда рядом с вами. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Молодые, красивые, активные, именно такие представительницы прекрасной половины человечества создали Лигу девушек Подмосковья. Подробности торжественного открытия в репортаже Юлии Пагасьян. Лига девушек Подмосковья – одно из ответвлений молодежной палаты Союза женщин России. Ленинский городской округ – первый в Московской области, где было открыто отделение. В него вошли представительницы разных профессий в возрасте от 18 до 35 лет. В каждой лиге, я так понимаю, будет вестись какой-то свой отдельный род деятельности. Если мы говорим про наше отделение, то здесь социально-правовая поддержка, грантовая поддержка их инициатив социальных, командных, индивидуальных. Здесь и консультации, связанные с открытием своего дела, с налогообложением, с бухгалтерской отчетностью, то есть вот со всеми теми вопросами, с которыми может столкнуться девушка. Также, конечно же, вопросы женского здоровья – это актуальная повестка. Сегодня в общественном объединении 23 представительницы прекрасной половины человечества. Набор участниц продолжается. Большую поддержку в становлении направления оказывает руководитель Ленинского отделения Союза женщин России Елена Ястребова, которая побывала на торжественном открытии организации и пожелала дамам успехов в их новой деятельности. Союз женщин России, наше местное отделение, он охватывает в основном лиц моего возраста и как бы среднего, да. А вот все время в последние годы возникал вопрос, а что же с нашим будущим? Где же наше будущее? А будущее наше – это Лига девушек в Подмосковье. Мне так кажется, что у них все получится, потому что девушки очень активные, очень компетентные. Каждая из участниц успела состояться в своей профессиональной деятельности. Им есть чем поделиться, чему друг друга научить. Возможность, во-первых, общаться, конечно, это очень важно, потому что когда мы каждый в своем, да, варимся кругу, это сложно, это первое. Второе – это, конечно, информация, которую возможно узнать. Ну и, возможно, совместные проекты, потому что это всегда проще, чем делать одному. Для меня это огромная честь, потому что что-то новое, что-то необычное. А нам, девушкам молодым, всегда хочется развиваться, что-то делать, к чему-то стремиться. Я надеюсь, что именно это сообщество будет такой некой отправной точкой для всех нас. Лига девушек в Подмосковье – это не просто объединение. Это официально зарегистрированная государственная организация, у которой большие планы на будущее. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно этого. Не повторяется такое никогда. Строчка из известной песни стала названием новой выставки, которая открылась в сквере юности. Экспозиция посвящена выпускникам видновских школ разных лет. Знакомые лица на фотографиях искала Татьяна Брылова. Полсотни фотографий, с которых глядят счастливые юные лица. Выпускные вечера, время мечтаний, волнений и взросления. 65 лет назад школу номер один, тогда она называлась 732-я школа города Москвы, окончил Александр Николаев. Быстро нашел фото класса на стенде. И хотя многих уже нет в живых, Александру Григорьевичу 83, одноклассников своих помнят по именам. Борис Милованов, Володя Зубков, Маслов, Коля, Потапов, Володя Комаров, Федотов. Люба Самарцева. Вот она на фотографии выпускного класса в 1968 году. Сейчас Любовь Александровна. Говорит, побольше бы фотографий именно советских лет. Через черно-белые снимки можно читать историю видного. А для нашей героини это добрая память о юности. Очень хорошие воспоминания и о преподавателях, и об учениках. Чудесные. На трех стендах фотографии цветные, охватывающие период начала 21 века. Их автор Владимир Меньшов, местный краевед. По фотографиям этого периода можно отследить и моду выпускников, и другие интересные моменты. Каждый год отличался друг от друга. И самое главное, то он отличался и по выпускникам. Они были скромнее одеты, были как-то сдержаны. И уже последние годы, когда они шоковали, дамы такие. Понимаете, это одна деталь. Вторая деталь, что на каждый выпускной, этот, ну, может быть, вечер, который организовывался на площади, был свой сценарий и была своя изюминка. О традиции чествовать выпускников, рожденные больше 40 лет назад, вспомнил советник главы Ленинского округа Моисей Шамаилов. Отметив, что задачей этих вечеров было познакомить ребят разных школ, муниципалитета и показать, как много ежегодно отправляются во взрослую жизнь юных ведновчан. Я сегодня по некоторым городам, по некоторым соцсетям вижу, как кто-то говорит, мы первые начали. Ну, начали мы первые. На самом деле, ни в одном городе в 80-м году, в 80-м конце этого не было. Традиционно в сквере «Юность» историко-культурный центр организовывает свои уникальные фотовыставки. Не повторяется такое никогда. Стала первой в своем роде, но теперь уже в будущем точно не единственной. Подобных исторических кадров в запасниках центра много. А у коренных ведновчан наверняка есть в альбомах фотографии их выпускных классов. Увидев этот сюжет, они непременно захотят на него взглянуть и вспомнить свою юность. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok